Окей, значит, меня зовут Вайтенко Костя, я Zamarine Developer, и в последнее время с проектами по проектам часто приходится работать с синхронизацией данных или работой оффлайн, то есть часто в приложениях клиенту это нужно, вот поэтому сегодня я хотел бы более детально обговорить, каким именно образом происходит оффлайн синхронизация, какие подводные камни могут быть, и в том числе показать на примере конкретно технологии Zamarine и технологии Azure. Который позволяет работать с оффлайн синхронизацией, вот, по поводу Zamarine, если кто не в курсе, я в двух словах расскажу, что это фреймворк, который позволяет работать с разными платформами, в частности iOS, Android, WinFone, также Tizen под Samsung операционной системой и так далее, и при этом используя только один язык программирования, C-Sharp, вот, и бизнес-логика, и дата, логика работы с данными находится в одном месте, то есть мы, по сути, пишем только один раз и потом переиспользуем, то есть в рамках оффлайн синхронизации нам придется только один раз написать эту логику, и она будет работать на всех платформах. Почему вообще востребован оффлайн мод? Основные причины, это как ни странно, работать без коннекшена к интернету, также он будет полезен, если интернет нестабильный или очень медленный, вот, и даже если вы работаете исключительно в онлайне, посещаясь к интернету, приложение всегда будет более отзывчивое всегда, и работать для юзера будет по ощущениям быстрее. Также увеличивается время старта, потому что мы и первоначально можем показать данные юзеру, которые у нас уже есть. Когда мы хотим заставить приложение работать в оффлайне, нам важно сохранить возможность совершать те же операции, которые мы делали в онлайне, то есть rest операции, именно create, read, update, delete. То есть нам необходимо каким-то образом продумать, как мы будем это хендлить без интернета. Я хочу остановиться на каждом пункте отдельно, потому что на каждой операции, причина, потому что на каждой операции есть свои интересные моменты. Во-первых, чтение. Казалось бы, что сложного. Ну, взял себе, скачал все данные, которые есть, и ушел в оффлайн. При этом сложности быть никаких не должно. Но если мы не хотим каждый раз загружать все данные, всю коллекцию данных, которые у нас есть, то нам важно продумать уже возможность загрузки по частям, то есть загрузки данных, которые только изменились. То есть нам не надо каждый раз все синхронизировать. Для этого необходимо сохранить время, момент, в который мы начали синхронизацию. То есть есть вариант, что мы возьмем, например, локальное время девайса, сохраним его, и потом в следующий момент будем начинать синхронизацию с этого момента. Но если у нас у девайса время некорректное, то при этом мы получим определенный разрыв в данных. То есть мы получим неполностью синхронизируемые данные. Поэтому в этом случае используют дату сервера. То есть используется серверное время, а не клиентское, потому что иначе у нас могут возникать определенные пробелы. Для этого сохраняется не текущее время, а сохраняется время последнего элемента в коллекции, который мы загружали. То есть мы, например, загружали 20 айтемов, из них максимальная дата начало 2018 года. Мы его сохранили, и даже если это уже середина 2018 года, мы следующую синхронизацию будем начинать именно с этой даты. Также важно начинать не чуть позже, там на миллисекунду, например, а с этой же даты. При этом у нас этот же айтем все равно придет, то есть будет определенное дублирование. Но при этом данные накладутся друг на друга, и у нас не будет никаких разрывов. То есть в частности таким образом работает Azure Synchronization. И когда мы синхронизируем данные, важно понимать, что последний элемент, который мы загрузили, или элементы, если у них одинаковая дата, они будут при последующей повторной загрузке тоже загружены, хотя они у нас есть. Потом удаление. Казалось бы, удаление не должно быть ничего сложного. То есть удалили, и все. Но при этом у нас наши другие клиенты и сервер в том числе должен знать, что айтем был удален. И нам для этого обычное удаление не подойдет. Нам обязательно важно использовать софт-эдлит. Потому что таким образом мы просто помечаем определенное булевое поле, что этот филд удален, но физически его никогда не удаляем. Ну или, по крайней мере, мы можем удалять, например, с какой-то периодичностью. То есть мы устанавливаем, до какого периода времени этот айтем будет валидный, а потом каждый клиент, каждый сторож уже удаляет эти данные. Поэтому нам важно использовать софт-эдлит при оффлайн-синкционизации. Также создание айтема. Когда мы работаем в онлайне, обычно айдишку мы не создаем. То есть мы создали какой-то элемент и сразу отправляем его на сервер. При этом сервер возвращает нам ответ с определенным айдишкой. Поэтому нам не стоит этим заботиться. И часто в API присутствует айдишка в виде инка. Но в оффлайне нам айдишка может пригодиться в случае, если мы хотим не просто создать какой-то элемент, а создать элемент и привязать к нему какой-то другой элемент. Например, мы разрабатываем фейсбук и хотим в оффлайне иметь возможность создать пост и также в оффлайне добавить туда комментарии. Поэтому если мы не будем иметь айдишек, мы в оффлайне их просто не сможем связать. То есть у нас комментарий должен хранить в себя айдишку парента, которому он привязан. Поэтому нам важно генерировать эти айдишки. Если мы выберем инк, то у нас появляется очень большая вероятность коллизий с другими клиентами. Потому что если это вообще инкрементал, то есть последовательно идет, то вероятность еще больше увеличивается. Поэтому принято использовать гуид для этого. То есть мы используем глобальный идентифайер и таким образом мы себя можем обезопасить от того, чтобы у нас были какие-то коллизии. Также у нас может возникать дополнительный пункт, это конфликт-резолюшн. То есть у нас могут возникать конфликты в случае, если мы один и тот же айтем пытаемся в оффлайне поредактировать двумя разными клиентами. А потом мы хотим его сохранить. Таким образом сервер не будет знать, какая версия данных будет корректная и возникнет конфликт, марш-конфликт. Поэтому, во-первых, для того, чтобы его выявить, важно использовать версию каждого айтема. То есть если мы планируем редактировать, создавать и модифицировать данные в оффлайне, то нам также важно сохранять версию каждого элемента. Таким образом, если при сохранении мы понимаем, что у нас версия файла изменилась на сервере по сравнению с той, которую мы ожидали, то мы знаем, что кто-то до нас его уже изменил. Поэтому это позволяет находить конфликты. Для их решения есть разные стратегии. Client Win, Server Win. В случае с Azure, то используется Optimistic Conflict Resolution. Это значит, что любой комит будет проходить, даже перетираете данные, которые были. Но мы можем переопределить это поведение, если нам это нужно. Вот так выглядит схема, общая схема работы на примере с Azure. То есть у нас есть наше мобильное приложение. Так, секунду. Мышку мою не видно. Окей. У нас есть наше мобильное приложение, которое работает с базой данных, в данном случае SQLite. Также есть Mobile Service, который позволяет приложению периодически пушить и пулить свои изменения. То есть синхронизировать обе стороны. И у нас есть база данных, которую мы тоже можем выбирать, в которой хранятся данные. То есть это может быть либо SQL, либо MongoDB, либо просто Table Storage. То есть тут у нас есть свобода выбора. Конкретно в Azure прикольно то, что мы не обязаны вообще привязываться к Azure-сервисам. То есть мы можем использовать Azure-клиент, который бесплатный и open-source. Также мы можем использовать Azure-веб-сервис, который можем запустить на нашем сервере. В общем, не обязательно .NET, не обязательно Windows-машина. То есть мы можем запустить даже на .NET Core на Linux. И это все будет работать, настроить нашу базу данных. При создании таблиц будут создаваться определенные end-поинты для крауд-операций. Они будут выглядеть следующим образом. То есть у нас будет суффикс URL, это название таблицы. И префикс всегда будет tables. И для фильтрации, для запроса данных мы также можем использовать по Data Filter. То есть фильтровать по ID, мы можем менять ордеринг, мы можем пейджинг включить, мы можем, в принципе, любые линги и операции, которые есть, они при запросе конвертируются в по Data Request, который может выбирать те данные, которые нам нужны. В случае, если мы, например, не имеем всех данных или не хотим синхронизировать все данные себе на клиент, мы просто делаем определенный запрос или search тоже. Когда у нас очень много данных, мы хотим иметь возможность онлайн-search. Вот. Мы можем использовать вот Data. Вот. Сейчас я бы хотел продемонстрировать, как это работает на практике. То есть я использовал готовый пример от Azure с готовым приложением. Для этого я предварительно настроил базу данных и веб-сервис. Вот. Как мы видим, в текущей базе данных автоматически уже были созданы те поля, о которых мы говорили. То есть, во-первых, id-шник, который говорит. Также дата создания и дата обновления. Полис версии. И deleted field, который позволяет выполнять все delete. Также у нас есть наши поля, которые нам нужны. Это текст и complete. Пример состоит из... Это просто todo-лист, в котором мы можем добавлять элементы и complete. То есть какие-то задачи. То есть мы пробуем это сделать. То есть добавим первую задачу. Вот. Посмотрим, что у нас в пазе данных. У нас в пазе данных ничего не поменялось. Мы добавили его локально и при этом не синхронизировали. Добавим вторую таску. То же самое. Теперь засинхронизируем сразу эти две операции, две таски в нашу удаленную базу данных. Проверим. Вот они появились. Видим, что они не удаленные. Видим, когда они созданы. Видим, когда они были проабличены. И их не ID. Также видим, что они еще не выполнены. И их не текст. Описание. Попробуем выполнить одну таску. Первую. И опять засинхронизируем данные. То есть в данном случае во время синхронизации выполняется как push, так и pull. То есть мы сначала пушим свои изменения, а потом пулем. То, что у нас, точнее наоборот, сначала затягиваем, а потом пушим то, что у нас есть. Вот. И смотрим. Видим, что первую таску мы выполнили. То же самое со второй. В общем, пока мы не засинхронизируем, у нас тут еще не поменяется. После синхронизации мы видим, что у нас произошел апдейт. Вот. Точно так же, если мы здесь добавим новый item, он у нас появится в нашем приложении здесь. Но я не вижу, что через этот интерфейс это можно сделать. Вот. Вернемся к презентации. Там еще есть пару моментов. Помимо синхронизации самих айтемов или данных, спаза данных, у нас часто могут возникнуть задачи синхронизировать также файлы. То есть Azure тоже это позволяет сделать. И при синхронизации файлов добавляется еще, по сути, один шаг. То есть мы изначально синхронизируем наши айтемы, которые у нас есть. То есть так званые метаданные, в которых хранится также ссылка на файл и информация о файле. Или просто айдишник файла в зависимости от того, какой мы используем Storage. И возможность, в данном случае на схеме показана возможность загрузки файлов в Azure Storage. Но при скачивании схема такая же, только стрелочка в другую сторону. То есть мы можем таким же образом скачивать потом файлы, синхронизируя их. То есть мы получаем сначала список метаданных. Если они поменялись, если файл при этом поменялся, то мы его себе закачиваем. Если он удалился, мы его физически удаляем. Таким образом, мы можем и небольшие файлы синхронизировать также. Еще один момент – это сохранность данных. То есть, когда мы работаем в офлайне, очень часто у клиента начинает беспокоить вопрос, насколько безопасно содержать данные на мобильном девайсе. Потому что одно дело, когда мы работаем в онлайне, и у нас там может быть какой-то пеш и все, но при этом особо не храним никакие данные. То в офлайне возникает вопрос более острый. Для этого существуют способы на низком уровне. Мы можем просто, если мы используем, например, SQLite, мы можем использовать разные экстеншены для инкрипции. Например, тот же самый интимный экстеншен от команды SQLite разработки. Он платный, но он позволяет, в принципе, без изменений верхней оболочки. То есть, мы просто подкладываем в другую библиотеку, и при этом у нас получается уже работа с зашифрованными данными. Нам важно просто вызвать перед первым запросом команду, с которой устанавливает ключ. По сути, расшифрует базу данных. По сути, это все. Теперь скажите, есть ли у вас какие-то вопросы? Костя, привет. Да, привет. Ты говорил, что в веб-апи сервиса можно делать на .NET Core, да? Угу. Это уже добавили недавно такое? Потому что, насколько я помню, раньше можно было только .NET Framework вязать. По-моему, добавлено. Лично я не создавал, но, насколько я находил в документации, во-первых, это добавлено. А, во-вторых, точно можно у других… Смотри, допустим, вот этот веб-сервис, который создан, да? То есть, я тут просто нащелку его в WebUI. Он, на самом деле, под капотом создается Node.js, да? То есть, он не .NET-овский, а Node.js-овский. Поэтому, вот его даже, если ты его возьмешь, ты уже его можешь использовать как бэкэнд для любой операционной системы. Угу. Понятно. Вот пример. Я не силен в Node.js, но тот, кто разбирается, я думаю, сможет что-то понять. При этом мы сетапим таблички, API и так далее. То есть, он полностью на Node.js и его можно скачать. Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Еще. Привет. Да, привет. Костя, давай тогда, может быть, чуть больше деталей, вот продолжение нашего утреннего разговора, насчет того, что у нас там должны быть поле Modified, ну, Updated, да? Должно быть там с правильными миллисекундами, и это достаточно важно. Если можно здесь немножечко углубиться и сказать, почему это важно. То есть, вот если у меня сейчас есть таблица, да, и я просто приписал всем полям абсолютно одинаковое значение на Modified, это как-то может мне повлиять. Да, потому что вот, Антон, я говорил, что достаточно важно иметь какие-то настоящие данные в этом поле. Да. Я сейчас попробую объяснить более детально, и я проходил это в момент обновления данных во время чтения, по сути. То есть, когда мы читаем, вот, я имел в виду, что нам важно указывать дату серверную. То есть, когда мы указываем дату серверную, то для того, чтобы ее узнать, то есть, мы можем дополнительно запрашивать каким-то endpoint дату, но как бы логичнее просто посмотреть список тех данных, которые у нас есть, коллекцию, и при этом, вот на примере, буду же вам показывать, вот у нас есть коллекция, и мы при этом смотрим, какая у нас дата. То есть, здесь сохранены данные UTC и с миллисекундами. То есть, если мы предположим, что в следующий раз мы будем синхронизировать наши айтемы, то на клиенте сейчас сохранена вот эта дата с точностью до миллисекунд. И следующий запрос на синхронизацию, который будет идти, в нем будет включена тоже вот эта дата. То есть, клиент будет спрашивать сервер данные, пожалуйста, записи все с этой даты. Потому что в эту миллисекунду, даже после нашей синхронизации, кто-то теоретически миллисекунду мог записать данные. Для того, чтобы у нас мы тоже их смогли получить, мы запрашиваем его же. И вот этот же айтем будет синхронизироваться тоже на коллекцию, на наш клиент мобильный. И в случае, если у нас все айтемы содержат одну и ту же дату с точностью до миллисекунды, то в следующий раз, когда мы будем пытаться стянуть наши изменения, мы стянем опять всю коллекцию с одинаковыми элементами. Понимаешь? С максимальной точнее. Я понял. Поэтому важно, на самом деле, когда мы это используем через стандартные средства, то мы апдейты даже не указываем. Но в случае, если, например, данные приходят с сервера или каких-то других систем внешних, то важно тоже желательно простроить так, чтобы апдейтед у нас тоже был корректным. Еще вспомню вопрос. Может быть такой, если, например, это все классно в случае, если мы разрабатываем систему с нуля. То есть мы указали там филды, которые нам нужны и заполняются. Но часто бывает такое, даже в нашем сейчас проекте, что система уже написана, она существует и надо ее прикрутить. Поэтому надо каким-то образом добавить вот эти поля. И также надо сделать так, чтобы система, которая ее сюда заливает, тоже это использовала. То есть как один из возможных вариантов, это использовать так званую view, которая может объединить SQL в себя несколько таблиц и триггеры. То есть view позволяет объединить одну, две, три, пять таблиц и представить ее как одну, ту, которую нам надо. И этого будет достаточно для чтения. Но в случае, если мы хотим синхронизировать другую сторону, то мы не можем сохранять напрямую во view. Для этого мы можем засетапить триггеры. И триггеры как раз и будут обназать каждую таблицу отдельно. То есть мы будем пробовать сохранить во view, но при этом триггеры будут срабатывать и сохранять и распрасывать данные по другим табличкам в виде, которые есть. Кроме того, если у нас есть, например, только одна таблица, но при этом там нет, например, гуида интового, нету каких-то других полей, которые нам надо, мы точно также можем добавить свою техническую табличку, в которой будут храниться только вот эти необходимые поля. И сжойнить ее с другой табличкой также через view и триггер. Такой use case. Есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо.